Всем привет, с вами Игорь Ильев. Сегодня я вам расскажу о таком лайфхаке, можно сказать еще один. В тех случаях, когда по одному из соучастников удовлетворяется жалоба и назначается судебное заседание в суде касационной инстанции, других соучастников должны уведомить, должны предложить им участвовать в суде. С этого момента, даже если другой соучастник использовал все свои инстанции безрезультатно, он имеет право написать в президиум жалобу от себя на приговор. Почему он считает приговор незаконным? И эту жалобу в любом случае рассмотрят. Это как еще один шанс дополнительный, благодаря действиям соучастников, он жалует свой приговор. С этого момента открываются инстанции. В данном случае, в нашем деле, одному из соучастников удовлетворили жалобу, писали ее не мы. Но узнав об этом, наш клиент нам сообщил, мы ему сообщили, что нужно необходимо теперь ему от себя написать жалобу. Подготовили жалобу, он отправил. Результатом ее рассмотрения было то, что изначально первоначального человека, которому жалобу судья удовлетворил и передал в президиум, по его доводам было отказано, а по нашим доводам, указанным в жалобе, человека, который уже исчерпал все инстанции, ее удовлетворили и приговор вовсе отменили. При пересмотре приговора обоим соучастникам был снижен срок незначительно, но тем не менее. И с этого момента у них опять открылись все ступени обжалования. Вот такой лайфхак, знайте, если у вашего поддельника, как говорится, была удовлетворена жалоба, а вас даже в суд не пригласили, не уведомили, просмотрели ее и приняли решение без вас, то это тоже основание к отмене того постановления, чтобы вы приняли участие. Его положение не ухудшится, но у вас открывается инстанция, которая может принести вам пользу. Вот такой лайфхак. Всем удачи в делах, пока. Субтитры сделал DimaTorzok